Антонимы И еще одна пара слов-антонимов, которые наглядно демонстрируют противоположные значения. Следующая наша тема – это звонкие и глухие согласные. Большинство из них образуют пары по звонкости-глухости. Б, П, В, Ф, Г, К, Д, Т, З, С, Ж, Ш. Но есть и непарные – звонкие Л, М, Н, Р, Е и глухие Х, Ч, Щ, Ц. Для того, чтобы запомнить эту классификацию, можно выучить коротенький диалог из двух реплик, в котором слова состоят из глухих согласных. Заботливая мама зовет своего сына обедать и предлагает ему ЩИ. Степка хочет щец, на что капризный сын отвечает, ФИ – не хочет. В этом диалоге все слова состоят только из глухих согласных. Следующая наша тема – это переходные глаголы. Это такие глаголы, которые могут сочетаться с существительными или местоимениями в винительном падеже без предлога. То есть от таких глаголов мы можем задать вопрос «кого что?». Читать «кого что?» – рассказ. Глагол «читать» – переходный. Увидеть «кого что?» – друга. Глагол «увидеть» – переходный. Непереходные глаголы такой способностью не обладают. От них нельзя задать вопрос «кого что?». Например, глагол «участвовать» – участвовать в ком, в чем, в празднике. С таким глаголом может сочетаться существительное в предложном падеже, с предлогом. Поэтому глагол «участвовать» – непереходный. Заботиться. Нельзя спросить «заботиться кого что?». Заботиться о ком, о чем? О маме, о доме. Глагол «заботиться» – непереходный, потому что не может сочетаться с существительными в винительном падеже без предлога. Кроме того, обратите внимание, у глагола «заботиться» есть постфикс «ся». Это значит, глагол «возвратный». И, как правило, возвратные глаголы являются непереходными. Следующая наша тема – это правописание суффикса «и» в глаголах повелительного наклонения. Вспомним, что глаголы в повелительном наклонении обозначают просьбу, приказ, побуждение к действию. И некоторые из них образуются с помощью суффикса «и». «Скажи». «Скажи об этом погромче» – выражение просьбы или приказа. Глагол «скажи» – глагол повелительного наклонения единственного числа. Для того, чтобы образовать форму множественного числа, мы добавляем окончание «те». Выскажите свои претензии. У этого глагола суффикс «и» окончание «те» – это глагол повелительного наклонения, так как обозначает просьбу или приказ. Глаголы повелительного наклонения в форме множественного числа нужно отличать от глаголов изъявительного наклонения в форме второго лица множественного числа. Отличать мы можем только по значению. Повелительное наклонение обозначает… Глаголы в повелительном наклонении обозначают просьбу, приказ. Глаголы в изъявительном наклонении обозначают действие, которое протекает в каком-либо времени, в прошедшем, настоящем или в будущем. Давайте сравним. Выскажите свои претензии. Это просьба, приказ. Поэтому здесь у глагола мы пишем суффикс «и» и окончание «те». Посмотрим на глаголы в изъявительном наклонении. Когда выскажите претензии, возвращайтесь обратно. Выскажите. Это глагол, который обозначает действие в будущем времени. Этот глагол имеет окончание «ете». Так как он стоит в форме второго лица множественного числа и относится к первому споряжению. Другой пример. Вы удержите груз. Здесь глагол у нас участвует в вопросе. Поэтому он обозначает действие, которое обладает формой, значением будущего времени. Глагол «удержите» находится в изъявительном наклонении, имеет окончание «ите», потому что это глагол, относящийся ко второму споряжению. Обратите внимание на разницу в морфемном составе. Глаголы в изъявительном наклонении имеют окончание «ите», а глагол в повелительном наклонении имеет суффикс «и» и окончание «те». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В интернет-многорад